Главный пример экспорта — это корейцы с Кореи, вот сейчас это корейская волна, и они именно идут через культурную экспансию. Они начали с кей-попа, потом у них продолжился кей-драма, кей-фуд, и теперь у них, по крайней мере в Индии, так, вот у меня есть большое сейчас исследование на руках как раз из индийского рынка, мы его заказывали, и там именно кей-калчер, корейская культура — просто пример того, почему корейская косметика стала популярна там. И это прям очень важная история, что они вот это как бы все сделали. Еще из интересного, у них очень сильная централизованная поддержка, у нас, в принципе, тоже есть Reds, но я вот никогда был в Индии и смотрел вот на Extend, там порядка, они собирались ехать, наверное, на 40 выставок косметических по миру, и все вместе. Я иногда приезжаю, когда за границу, я иногда вижу стенды российский экспортный центр, московский экспортный центр, новосибирский экспортный центр, и эти все экспортные центры, они, конечно же, классные и помогают, но в этом случае мы картечью стреляем, вместо того, чтобы взять ядро и взять один такой огромный общий стенд в самом центре выставки. Это вот моя такая просьба, вот коллегам из Reds, вот подумать об этом, как нам усилить свое давление, потому что в итоге получается там три стенда, они где-то все на краю. Я вот был, например, на стенде Reds в Китае на Improtexpo в Китае, стенд тоже был классный, классный, но не такой большой, нас там засунули куда-то там дальше, да? Все равно были люди, все равно хорошо, но вот можно же быть более как бы центрово. Вот, да, и мне кажется, что вот там наша культура, если уж говорить там про глобальные цели, тоже может помогать нашей промышленности, это к разделу уже и государства тоже, да? Вот когда мы говорим про продвижение там русской культуры, музыки, балета, театра, это все глобально продвигает там те креативные индустрии, которые с этим как бы связаны, в том числе и культуру. Сереж, на секунду проявлю, вот раз Кореи и культурные, ты говоришь про балет и так далее, то часть, собственно говоря, продвижения корейских брендов заключался в продвижении в сериалы корейские, и при этом корейские сериалы распространялись на все кабельное телевидение всех стран, поскольку всегда проблемы с контентом, раздавались все эти сериалы бесплатно, переводились на национальные языки, и туда был инкомпорирован продакт-плейсмент корейской косметики, и отсюда пошли вот эти все тренды на глаз-скин, стеклянная кожа и так далее, и так далее, то есть они не только продвигали бренды при помощи вот этого контента, но и продвигали способ выглядеть, да, и вот тот самый, собственно говоря, вот этот вот российский культурный код. То есть, например, о чем можно еще говорить, да, то есть если это там продакт-плейсмент в сериалах, которые потом можно экспортировать, каким-то образом поддержит и Минпромторг, ну, например, да, вот сделать, это может быть кажется странным, но гранты на подобные истории тоже могли бы быть как бы рассмотрены вот коллегами, если нас еще слушают, или, по крайней мере, мы им это передадим в любом случае, да, потому что это интересно, да, потому что культура очень сильно продвигает и бизнес тоже, и здесь нам, ну, без помощи от государства не обойтись как бы никак, потому что там нас, давайте следующую страницу, на самом деле никто не ждет, там мы никому глобально не нужны, туда надо пробиваться, но с помощью именно государства, потому что вот именно если говорить про корейскую косметику, это абсолютно централизованная государственная программа, прямо национальная практически, потому как это сделать. Они, конечно, еще пользуются генетической историей, что у них там кожа генетически, ну, стареет хуже, тоже некий там низ, но так уж есть. И вот уже оканчивая, хотел бы я сказать, что там, чем у нас сильнее внутреннее производство, тем лучше мы идем на экспорт, поэтому фокус на внутренний рынок, он все равно очень важный. Да, экспорт, он безграничен, ну, там, с точки зрения того рынка, который мы в России видим, но для этого нам нужны сильные российские производства. И сейчас вот говорила Дарья Михайловна про импортные пошлины на косметику, например, на косметику из Южной Кореи таких пошлин нет, а сырье нам они поставляют с огромным, как бы, трудом. То есть проблема с санкцией и давления, она есть. Думаю, ни для кого не секрет проблемы с платежами за границу, что в Корею, что в Китай, что за оборудование, что за сырье. Но если там в Китае это еще обойти как-то можно, то в Корею там это более сложно. Они просто иногда там не грузят, потому что, а, вы из России, и все. Да, и вот в ответ они получают себе прекрасный российский рынок, на который они влияют, а мы получаем себе удорожание продукции и в России, теряем конкурентноспособность здесь и автоматически удорожаемся для экспорта. Поэтому защита российского рынка пошлинами от тех стран, которые в ответ вводят санкции, это, считаю, необходимость, и не только касаемо европейских стран, где ввели, а и для Южной Кореи в том числе, потому что эта волна, она, ну, огромная. Я уже сказал базово, мне интересно, чтобы российская промышленность развивалась и транслировала в том числе российскую культуру через вот те продукты, которые мы делаем. Просто вот я же вот здесь как бы, я же производством здесь занимаюсь. Да, это как национальная гордость, да.